Здравствуйте! Здравствуйте! Погода влияет на усвоение материала. Значит, мы, можно сказать, одно положение, очень фундаментальное, вполне усвоили. Я думаю, что на нем долго мы останавливаться больше не будем. Что мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу, общество, есть в то же время его господствующая духовная сила. Марк Сенгельс пишет, что класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства. И в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу. То есть мы здесь не так ставим вопрос, что ложные, неложные, истинные, неистинные мысли, а вопрос в том, а кто господствует в материальном производстве. То есть какие у него есть мысли? Понятно, что у каждого класса есть мысли, какие-то ложные, какие-то истинные вполне. Но здесь вопрос по-другому стоит, исходя из определяющей роли производства. Господствующие мысли – суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выражены в виде мысли господствующие материальные отношения. Следовательно, это выражение тех отношений, которые и делает один этот класс господствующим. Это, следовательно, мысли его господства. Хочу вам привести пример, чтобы сегодня видно было, как это проявляется. Вот есть Трудовой кодекс Российской Федерации. В Трудовом кодексе есть такое понятие, как заработная плата. Вот что такое заработная плата, как вы думаете, согласно нашему Трудовому кодексу? Ну, понятно, что значит труда. Если оплата труда, то тогда от того, что вы оплатите весь труд, а какой смысл тогда? Что получается эквивалент труда, тогда как может существовать капиталист? Не может тогда существовать, потому что вы даете труд в одной форме, а я вам даю в другой форме, в виде оплаты, и все. Значит, на самом деле, вот заработная плата с точки зрения экономической науки, это вот величайшее было открытие Маркса. Заработная плата – это цена рабочей силы. Рабочая сила обладает свойством создавать стоимость. И вот в первом томе капитала он показывает, что вот вы покупаете по стоимости, как все товары, так и рабочую силу. Причем есть такое определение, очень короткое, капитализма. Самое короткое определение капитализма, которое поэтому мало кто знает. Потому что все таскают в головах такие батареи из мыслей. Значит, самое короткое определение капитализма такое – это всеобщее товарное производство. Что значит всеобщее товарное производство? То есть все превращается в товар. А раз все превращается в товар, значит превращается в товар и способность человека к труду. Способность человека к труду называется рабочей силой. Точное понятие рабочей силы – это совокупность физических и духовных потенций, которые всякий раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Чем обладает этот товар? В чем его потребительная стоимость? Как у всяких товаров он имеет стоимость, правда? Это затраты, которые нужны для его воспроизводства. То есть для воспроизводства работника и членов его семьи. Вот надо их посчитать. Это и будет его стоимость. А потребительная стоимость, а потребительная стоимость – свойство создавать стоимость большую, чем пошло на его воспроизводство, на его производство. И вот та часть стоимости, которая создана сверх того, что является стоимостью рабочей силы, называется прибавочной стоимостью. Переходя на пример, ну скажем, вы работаете 8 часов. Через 3 часа вы выработали продукт, который эквивалентен заработной плате, плате вашей рабочей силы. А остальные 5 часов – это чужой неоплаченный труд. Вот этот чужой неоплаченный труд, он выражается как прибавочный труд, или если это стоимость, как прибавочная стоимость. На поверхности явления она выступает как прибыль. Ну и вот теперь вопрос. Вот если я предприниматель, капиталист, вас нанял на работу, вы 8 часов работаете, я вам исправно за 3 часа плачу, поскольку стоит ваша рабочая сила, кто кого вознаграждает? Рабочего вознаграждает капиталиста здесь. Совершенно понятно. А что, так сказать, в головах господствующего класса? Ну, а куда бы вы делись, вам же где-то надо бы работать, видите? Куда-то вы пойдете, у вас же нет завода, у вас нет. Предприятия нет, значит, кооперативом каким-то не командуете. Короче говоря, я как бы выступаю как ваш благодетель, и поэтому вас вознаграждаю. А на самом деле вознаграждает рабочий, конечно, капиталист. Ну, это все перевернуто. Но здесь речь не идет просто о лжи или, так сказать, истине, а здесь речь идет о том, что эта вот перевернутость, она прямое выражение интересов. Но если я это делаю систематически, все по законам товарного хозяйства, согласитесь. Я вашу рабочую силу, вы, во-первых, свободно ее продали. Могли, не продавали. Для того, чтобы вы не могли не продавать, устраивается безработица. Потому что, чтобы устроить безработицу, что нужно сделать? Чтобы рабочих мест было меньше, чем работников. А иначе, если не будет безработица, так вы же потребуете. Неизвестно чего. А так, за вами стоят, с той же целью, не приезжают, а привозят гастрабайтеров. Например, тот же самый Третий парк. Он, естественно, как и другие предприятия, ищет те предприятия, которые нанимают водителей, напрямую едут в Сашкент. И там предлагают на работу сюда приехать. Это люди уже подготовленные, их не нужно готовить. Значит, они получают, скажем, ну, грубо, сотню 200 долларов, 100 долларов. Значит, здесь 200-100 долларов домой отправляют. И работают. И вы видите, что... Какие у нас водители в основном? Вот, как раз гастрабайтеры. Если вы возьмете высококвалифицированный труд докеров, там вы никого не найдете. Там просто нет таких. Желание есть, а не справится с такой работой. Очень высококвалифицированный труд. Поэтому иногда в среде рабочих возникает недовольство, что здесь, вот, приехали или понаехали. Иностранцы, на самом деле, а их не просто понаехали, делается так, чтобы их привозили, и они бы нависали над вами, чтобы вы были более сговорчивы в отношении заработной платы. А то вы потребуете в два раза. Чтобы я вам не за три часа платил, а за четыре или за шесть. И тогда мне останутся два часа. А мне два острова надо купить. Вот, у меня такие проблемы, а вы вот проявили непонимание. Вот, это вот очень интересное тоже замечание, потому что это такой ракурс для нас незнакомый, потому что обычно вопрос, правильная мысль, неправильная мысль. А здесь речь идет о связывании мыслей с классом. Вот этой мысли, неважно, у кого они появляются. Вот мысль может появиться у меня, а мысль относится к вашему там классу. У вас может появиться мысль, которая относится к моему классу. Потому что сами Маркс и Энгельс, как вы понимаете, не были членами рабочего класса, никоим образом. Более того, Энгельс был сын фабриканта, а потом папа умер, и он стал фабрикантом. И он еще подбрасывал деньги Марксу, чтобы тот закончил работу над капиталом. А после смерти Маркса два второй и третий том доделывал, подготавливал печати, публиковал Энгельс. Поэтому, вот, идеологи рабочего класса, они к рабочему классу не принадлежат. А Ленин вообще теоретически так поставил вопрос, что в силу условий жизни сами рабочие не могут выработать пролетарскую идеологию. Не могут, потому что идеология, она отражает интересы класса, но выработана, может быть, только научно. Чтобы она была выработана научно, надо иметь и свободное время, и соответствующую подготовку. Поэтому можно говорить о том, что кто-то хуже вырабатывает, кто-то лучше, но это всегда дело представителей науки. Идеологи — это, как правило, люди науки, люди умственного труда. Любого класса, какой бы вы класс ни взяли. Хотя, есть и другая картина. Вот, скажем, Шляпников, например, был член русского бюро ЦК. Ну, такой вечный путаник, хотя он рабочий. Или Прудон тоже был, так сказать, из рабочих. По поводу него написал, он написал книгу философию нищеты. Нищеты. Не рабочего класса, а нищеты. А нищета, как известно, это, так сказать, вот, люди выброшенные из общества, оторванные уже от всякого производительного труда, и люди, которые нищие, они же просят подаяния. Поэтому, какая у них может быть философия. Ну, вот по этому поводу Маркс написал «Нищета философии». Философии «Нищета философии» немного проявляется как произведение деятельности разных классов, но и внутри расспасывающего класса. Смотрите, наделение на рунахе. Проявляется теперь вот так, и среди нас подставщиков классов, где разделение духовного и материального труда. Так что внутри этого класса одна часть отступает почти мысли из этого класса, это его активность, особенно это вообще не видеологи, которые делают главным свыше мусорого пропитания, разработку и люди этого класса в самом себе. В то время, как другие относятся к этим мыслям, и люди более пассивные, изготовленные с воспринятием, потому что в действительности эти как представители данного класса имеют реальность его активными членами, и поэтому мы имеем меньше времени для того, чтобы устроить свои люди и мы все знаменитыми. Вот сейчас мы можем говорить, вот в нашей России есть пружинные, и есть пружинные партии, такие как Медельная Россия, Паралерийная Россия и ЛФ, такие достаточно крупные партии, парламентские, и так далее. Вот там полно региологов, которые ничем не занимаются, она уступает на всякую руку, они имеют достаточного дохода, скажем, примерно 400 тысяч. Это зарплата государственной дохода, руку государственной дуны, ну и вещи трояги на пенсию, здесь у нас пенсионный доход, тут два пенсионных дохода, один закон, один закон открывается от угоров пенсии, а другой вызывается, а на пенсию после будущего. 25% зарплаты по донимаемой должности в данный момент, когда мы занимаем вопрос, мы можем занимать, получаем 40 тысяч доносок, а если что будет на пенсию, мы получаем 300 тысяч, в меске пенсии, ну и понятно, надо, есть вот, так сказать, тем самым, как бы, и демонстрируешься, что если вам туда будет пенсию, куда-то поедем, на ком пенсию, что если вам будет пенсию, то есть, то есть, то есть, то есть, вот тут как раз мы видим, что здесь отдельные пресеки этого класса, которые занимаются в общем-то другом, а другие, хотя они изначально были предпринимателями, потом они добиваются, пробиваются в Думу, некоторые пробиваются в Думу, именно потому что они здесь в мире преступления, в ходе накопления, Дума позволяет получить непрекосновидность депутатства, когда он, значит, известное количество Христовиков всегда пытается пробиваться в Думу и потом будет выводить под добропорядочный идиотный класс. Вот такая картина. Теперь, на следующий вопрос, существование теперь революционных в Миске. Начнем, революционные, они проходят в голову, потому что они революционные, потому что они новые, или это тоже указывается в соответствии с положением определенного класса, того класса, который принятие в целом в положении. То есть, существование революционных мы, определенное по углу, прежде, полагает существование революционного класса. Вот, ну и, соответственно, в 82-м годах господствует, и, подависи, господствующие понятия, то есть, понятия могут быть, как вы понимаете, прорабатываются, ну как бы, по форме научного учеба, и они, круг этих понятий выжигаются, но, даже вот какие понятия господствуют, которые заискликуются, это, как выгодствуют, господствуют, подчеркиваю, в конце, что, в период, господствуют, айссократии, господствуют, понятия, честь, верность, и так далее. А в период, я просто выразили понятия, свобода, правильность, и, свободу, какая-то сила. Свобода, но, чисто, то есть, если вы сказали, свобода, передвижение, свобода частной собственности, свобода искаженного мнения, декларации прав человека гражданина говорится, что каждый имеет право на свободу частной собственности, на свободу искаженного мнения, и на искаженного мнения. Вот так все равно. Даже вы все равно, обратная сторона этой свободы состоит в том, что если у вас чего-то нет, может быть свободным, вы все равно права имеете. Если у вас в Шаржевске говорит, что у вас нет нового труда, то право на свободе существует. Как мы можем сказать, что у многого людей, а оно у него есть. Абстрактная свобода, не связанная с возможностью реализации. Ну, что с абстрактной. Теперь, можно сказать, по выдасту некий закон, к революции, что вся очень новый класс, который ставит себя на местном классе, как полсуши, для него, уже для достижения своей цели, мы должны представить свой интерес как общий интерес тех, кто это обществует. Не только потому, что он на самом деле так и есть, но потому, что новые, новые общества, новые строя, они выгодны нормальным большинству. и дело в том, что если раз в тот случай, и тот класс, который хочет завоевать господство, хочет это завоевание делать, ему приходится собирать силы. Раз ему приходится собирать силы, значит, он не будет, когда я бороться за свои интересы, то, что я вас прошу, по-моему, присоединиться. Я буду бороться за вашим общим интересам, и тогда разобрать вместе с Богом Морозом. Ну вот, если мы возьмем, давайте начитаем на место. Если, то есть, вы говорите в срактах, предать своим мыслям кругу всего общности, изобразили как единственное разумное, общезначенное. Класс, совершающий революции, уже по одному тому, что он противостоит другому классу, с самого начала выступает не как классу, а как представитель всего общества. Он фигурирует среди всей массы общества, произойдет единственному воспроизводящему у нас. Ну вот, давайте яркий пример в правильном обороне. В правильном обороне какие представители собрать особых действий? Нет. Христианство. 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 Потому что христианство не мог нахреть, тем самым, христианство. Если походить в христианство, я хочу постоянно работаю, Работа здесь в Кривотном и Кривопомещении. Поэтому для того, чтобы я мог просчитывать на Ваше участие в моем провинции, я тоже вступаю на свободу. И вот когда Вы общество спомогли, тогда можно развиваться. Капитали и тогда, можно свободно нанимать. Поэтому, это выгодно выгодно, это выгодно выгодно. и выгодно, что надеется антрегостически, поэтому в окружающей период революции выступил, а носитель не повысловил. С интересом все, все кроме того, кто еще, так сказать, не входил в число всех властв, интересы которых не выросли в уходе. Это никто не ожидал, это один власть противостоит. И поэтому те жестокости, которые были, либо давление, сообразование, когда не знать о революции во время великой французской революции, то есть, как мы знаем, просто срубили мечами в лодку, а в лодке, а в лодке, а в лодке. Это было не хорридировано и поставлено на рот. Это не было мечей общества, а народ приветствовало. Народ приветствовало освобождение этого. Люди, которые были в Италии, их разделили, и они еще смеялись проявляться, что народ. Это вот враги народы. И вообще понятие враги народы, да, это понятие, которое в 2004-м периоде. То есть, они выступали не как враги какого-то класса, а как враги народа. Но как-то в России не вспоминают, да, в Росфермации. А ну, там, что-нибудь, 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 когда мы сказали, иначе этот народ не губенит. Вот так стояла вопрос великую французскую революцию. Она великая, не из-за этого, конечно. Но революция, потому что она разделалась с предшествующей историей, самым решительным, бескомпромиссным образом. А в других странах, когда была Мелина, там, здесь сосады, в России. Сколько было возник по поводу того, что были граждане революции, а были граждане революции. Вроде бы, где мы оставили, вроде бы, и мало. Оставили невозможных агентств. Поэтому вопрос об отрезках стоял. Потом стоял вопрос о разделении этой земли. И где вот достигнулось у нас вопрос земельных, до коллективидации, до 28-го до 30-го, до начала 30-х годов, и потом задумался вопрос о совершении земельного вопроса в деревне. Потому что снова появились пулаки, снова появились педники, снова появились эти отношения между локацией в деревне. И это всё потому, что в педерусе совершения стратегической революции в Бомблине в деревне совершалась ещё какая революция? В вазной. Когда совершилась паукратная революция в деревне, в России. Она совершилась в 17-м году. И совершали её большие революции. Решали свои задачи в любви. И, вроде бы, они по отношению к христианству решали те задачи, которые могли бы решить. О чём было бы по-третьму? Нельзя пойти в этот поле романов «Мужина села». И, кстати, именно потому что новый класс, рабочий класс, тоже выступал класс проживающих интересных всех. Он вынужден это был для церковского программы, для того, чтобы решить. Не могу поставить себя в романную большинство на себе, а не в России. Но иногда говорят, вот, большевики повели, повели, заставили, направили. Это, конечно, смешно, потому что, какое-то малое количество денег, ну, 40 тысяч человек, они всё не могут набрать по-другому пути развития. Есть они, не выражают интересы романного большинства. И секрет успехов, когда думают, как, правило, как раз так развивали, как раз горюк, как правило, как раз горюк, были такой мощной армией, которая, по-другому, Европу, амдантов. И я сказал, 14 государств начали воевать, а под горло того, что в них, в Неченном Союзе, было самое революционное изменение, что в России, они прекратили воевать, только в Советской России. 14 государств прекратили свои действия. И это, конечно, не потому, что они откатались от целей, а потому, что у них вопрос встал существования таких государств, буратных, в каждой соответствующей стране. И мы знаем, что таким могучим будет движение, вроде проще, от Советской России, движение гражданских стран. Хотя революция, если бы это было так, революция в одном стране, но в то же время, если мы вспомним, что писали Макс и Эльберс, она как действия в Украине всех стран, она действительно была действием врать рядом всех, кто здесь был в ней, что европейские в Украине. Поэтому, в буквальном смысле, получилось не так, как думали Макс и Эльберс, и сразу несколько появились социалистические государства, но получилось, что это единственная революция, которая великая тема, которая появилась. То есть, социалистическая анализация в этом, если много представителей этого рода есть. Еще одна мысль, связанная с этим, основа, на которой каждый новый класс устанавливал свой господство, шире, то основа, на которой выбирался класс господство, шире, то не было. То есть, вот скажем, в Украине, она опиралась не только на, на, как говорится, капиталистов. Да? Да? Как скажем? Феодат. Какого они опирались? Ну, меньше. Сами населены. И больше никого. И поэтому они были организованы в этом смысле, как класс, находящийся в постоянной готовности к Варине. Если вы были немцы, то вы обязаны с малых фондов на всей. Вы не суданированы, вы владеете военным делом. Вы должны быть, если вы царь, предписанный какому-нибудь полкур, и, может быть, когда вы это построите, до полковника, получите черепание полковника, будьте царем. Больше, я думаю, молодого получала. Но, тем не менее, вот царь, и в этом мире соответствующие, в принципе, я знаю. Ну, и вообще, в порядке, все заслужило я. То есть, оно было на службе. На службе значит, что есть общие интересы феодального класса, и вы свои интересы, личные там, подчинить должны общему делу. Общему интересу класса отсюда и понятие верности. Если это долго, вот вам выдолкнуть, выступали очень счастливы, как говорят, а если родимы царь, христиане, вы должны начать участвовать в подавлении, это ваше время долго. То есть, как на своего рода, это привлечь к подавлению, на христианском пространстве. А вы должны перевести до чего-то. Как вы понимаете? Хотя он не для этого, как говорится, в таланте его отрывался, для того, чтобы воспитать вас, например, делали подробности. И вот, на этом, подобрать внимание, что в разделе Кириллова, ну, такой, наверное, стараться. Потому что, чем дальше вы в этих книгах не читаете, чем больше видите там очень резких выступлений, такой критики, можно сказать, ядовитый, и с приклеиванием, сейчас, очень резких минуток, тем, кто, там, выступает с этими книгами, которые посещают консервы в сауде, и заговорили, что это городил Феррбак. Обратите внимание. Что там, как говорится? Что значит литика Феррбак? Критика Феррбак – это построение более высокой темории на этой же основе. Так, то есть, они берут материализм и доводят этот материализм до материализма, шедерий исторический. Вот в чем состоит кризис. То есть, если я хочу вас рассказать об этом, они должны броситься, что это ерунда. А я должен взять, что что есть, опереться на том, что есть, и прокатать. Да, это более высокая система. Вот это наследство двигает шедерий, так как рассматривали специально организмом, что такое критика в нагрузке. Критика в нагрузке состоит не в воздержении, не в отбрасывании того, что собираетесь критиковать, а во включении более высокую систему. Покажите, какой момент в этой более высокой системе составляет та теория, которую вы предъявляете как вот на себя мимающую или как претендующую на истину. То есть, в ней временный истин есть, но надо указать место этой системе, и тогда вот, получается, что вы не прийдете в случае силы. Я так понимаю, в эту вещь. Поэтому мы заверяемся, потому что, как раз мы с вами решили встретить объятия для того, чтобы мы получали все. «С» с этим знаком означали себя. То есть, мы учимся коллективно, чтобы она лидирует и работает. И работаем для армии, мы не хотим, чтобы работаем с папой. А те, кто тоже достану зону, груди не появляются в одну сторону. Во-вторых, с теми, с которыми мы очень многие не согласны, это не та работа, которая сейчас вот находится в медицине, да? И, дескать, ну, все и так, так сказать, ее упадет. Это как раз работа, в которой вы, если хотите, это, так сказать, объятие, как и на дороге. Правильно? Никто вам не скажет, что вы нападаете, там, на Маркса и Энгелеса. Хотя, ну, в этом смысле, изучение работы Маркса и Энгелеса было в родном всему. И это такое интересное и задержательное дело. На чем у вас не ограничили? Пожалуйста. Следую. Значит, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Надо ответить и тему. Валерий Белях, культура Германии. Я вот хочу рассмотреть главу о производстве сознания, которое мы избирали. В частности, то, как Маркс рассматривает рождение идеологии и то, как вообще эта идеология, собственно, влияет на людей, в частности, на наследие. Вы Маркс Энгельс, а то Маркс и Энгелеса. В этом, наверное, нам битье, если Маркс, 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 а в родной жизни нету Марксу немецкой идеологии. Да. Собственно, в данном рождении немецкой идеологии написано то, что, так сказать, окружающая актуальная реальность, она влияет непосредственно на мыслителей, на спросов. То есть он, в частности, пытается задеть Макса Штирнера, говоря о том, что именно он непосредственно свои идеи и иерархии усвоил исключительно только из-за того, что он жив и родился в Германии. Также он говорит про других, то, что вот от того же Фейербаха, человек, он говорит о человеке, это прежде всего немец. То есть он говорит о человеке, а он знает немец, не некого человека вообще. То есть вот, с другой стороны, Маркс говорит, что, ну, я не могу даже сказать, что и Маркс именно так говорит, что вот именно он говорит о том, что вот у меня человек – это человек, а не немец. Вот мне лично кажется это отличным, потому что, ну, я лично не заметил того, чтобы Макс так тоже мерил, применял он к себе, своим непосредственно мыслям, в том, что Маркс так же родился в Германии, так же он какое-то время жил, то есть не, ну, потом, что он переехал во Францию и потом в Англию, но в Германию он даже жил, разве не усвоили, он так жил? Все-таки вот маленькое замечание фактическое, что Маркс и Юрий никак, по-моему, не оставляли, не оставляли места для того, чтобы, сказать, дергивиться, и вот они переехали в Германию. Поэтому как-то вот они лично не боевые подписали этого, так сказать, то это немецкий диалог, вообще говоря. Ну, я думаю, что он, конечно, ужин сказал. И вопрос о принадлежности человека нашей, определяется не по родству, а по тому, в рамках какой идеологии, в рамках какого общества, в рамках какой нации он открывается, и на церковь с нацией такова. Ну, например, берем, по-моему, художник или там диктора, националистской респектуры, и грн, и грн, и грн. То есть воинальдер else к нации, определяется всем, что такое нация, А нация в своем определении не содержит ни, 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 ни такого элемента указания на, кроме родственников, ненавиден, ни, 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 ни. Это просто второй. Я прошу прощения, что вас перейдем в войну, он говорит, что я буду перейдем. Это у вас сейчас ведущий, я говорю, а у меня немножко понедельник. А с другой стороны, в Марте и Миршане, они возникли сновидевшие делали, и тут никак не сказали, что это не часть прямо правды, что больше всего развитой философии Германии, а больше всего социалистического учения развитой во Франции. Да, либо во Франции, а экономические учения, больше всего. Проект Ванн. Поэтому в этом смысле, когда они говорят о немецкой диалоге, то немецкая диалогия не столько в каком-то положении национальности, а именно с учетом настоящей стереотипедии нации. Ну и поскольку я начал вам придираться, именно придираться, чтобы придираться, придираться, значит, не пропускать каких-то мелких-мелких, ничтожных продуктов. У вас вообще есть не немецкая культура, у вас сама есть немецкая культура, у вас культура лодочная. А вообще у вас существительное – это лодочная. То есть вы были, которые поднаете. Вы были, которые занимаетесь под нами. И в крипиченном анализе соответствующем к революции. То есть вообще у вас сама есть немецкая культура. А культурой занимается не здесь, не философ, а мы на философском. Мы знаем все анализы культуры. Мы знаем, как развивалась эта культура, и ее следим за все эти истории, расписи, инвенции, законы и так далее. Поскольку мы знаем вообще всеобщий закон, философский изучает всеобщий. В этом смысле, скажем, от того, что человек изучает, это просто непосредственный предмет, в котором он, скажем, один изучает революционную культуру, другой – японскую, третий – китайскую, четвертый – какую-то другую. Он видит, как вот эти всеобщие, как всеобщие культура, конкретные. Если вот, можно сказать, что вот характерно для немецкой культуры, больше, так сказать, подготовки философского, в целом, потому что так случилось, вон он, вон он, вначале, так случилось, что вот, и вот все крупные, выделить именно в Германии. И это факт. То соответственно, на характеристику уже немецкая культура. Но это тоже самое. Но это культурка всеобщей тоже мы стараются. То есть возникает вопрос, каким образом, в чем самостоятельно от всех других мыслителей и вовремя и предыдущего, если рассматривать их именно в контексте того, что они имеются? Да. В чем? Больше философских людей есть. В таком контексте. Если так, можно сказать. Но это мало. Это важно. Ну вот и не мало, потому что в чем отличие будет в Вологде от тех, кто просто имеется в суд победы? Верности, кто ведь знает, да? Ну да. А в области, кто такое родовское знание? По вызову познания, по любому области. Поэтому чем вы отличаетесь от тех, кто просто изучает только искусство? Да. Или, блин, как ты представитель искусства, точно не представитель искусства. Да. Правда. Мы представители первого взвода. Мы смотрим на это искусство. То есть вовремя, так сказать, в общей подъезде. И многие представители искусства, мироискусства, чего-то не понимают того, что мы понимаем. Потому что мы не смотрим на это от того же. Так что, то есть, понятно, что нельзя сказать, что это узко-немецкий взгляд, но он и немецкий тоже. Почему немецкий взгляд не может быть широким? Я делал в областовском. А почему английский взгляд нельзя взять широким, а там экономический? И почему французский взгляд? Нельзя взять, в основном, очень человеческий, если он, как раз, какой-то стыдю, зарабатывает. И вот я хочу вам обратить внимание на три источника идти со самой части маркзизма. Особенно, человеческий взгляд в итоге. А при этой части какая-то английской политэкономии, немецкая философия и французский социализм. Вот вам ответы на этот вопрос. Почему Макси, как можно так считать? Можно так считать, что вот немецкая нация в лице того же века, Макса и Энгельса, она обратила человечество знаний в его общую баню. Прежде всего, что в собственной стране. А уже в лице Макси и Энгельсов знаний всеобщего. Вот они хотели объединили все три, существовавшие как бы чуть ли не как национальные какие-то такие науки, да? При едином науке, в Макси, в которых никто никак не скажет, что Макси чисто не называл. На самом деле, многие так вот, тоже рассказали, что известно, как отмечают, что, мол, где же всеобщее в Макси, в немецком? Ну, да, вы считали, вот, мы в Макси к еврейскому вопросу. Нет, вот у нас вот было, я, востоку, вот эти годы, в Донецке, у нас были товарищи, то есть у нас еврейские были. Вот сейчас у нас в клубе нет, да? У нас не набирался. Ну, вот если вы не считали, что есть вопрос, нет? Вот там такая у Макси, у Макси, знаете, что он у папы, у него еврей, вот мы вышли в приемах христианского и по тогдашнему обычаю, поэтому считался немцем, а не евреи. Вот, но, все не менее, по нынешнему нашему представлению, так сказать, мы евреи и евреи, а не евреи. Так, ну, как мы изобрали национальность? Так вот, мне было, вот эти соседи и еврейский вопрос, вот ставится вопрос очень так резко, я вот проверял на своих товарищей, а учился на отметке, там, у нас евреи, ну, ну, как это предетело? Это записано, ну, независимая вещь от другого. Поэтому, вот там, ну, так сказать вопрос, освободить человечество от еврейского. Вот, вы спросите меня, так вот, в чем Макси поставит вопрос? Почему? Макси поставит вопрос, ну, в статарном, в национальном смысле, на фронт, а освободить человечество от еврейского. Это звучит очень резко, и некоторые прямо на это реагируют, как внутри, когда-то стопили, и сядешь на еврейскую настранность. Ну, Макси хорошо объясняет, в чем состоит еврейство. Еврейство. Ну, в Грибе, если было опять историю еврейского народа, когда их руками не давали заниматься на еврейском, каком они, нанимали фракуры, они занимались официальными танцами, поэтому они, когда его гоняли, они, что, в основном, выполняли, и это пришлось в движение во всей Европе, а есть в Германии, раз, вот, на речи, в Германии все равно, мы вернули обратно, но, что слышишь? Руфин или нас в России, мы облагали на них в итоге. И потом они попали в Россию, в Польшу, а еще, в Соединенные Европы, в Америке. Ну, Макси растеряется для меня не еврейство, на самом деле, но еврейство, по языке экономичных, в общем, состоит еврейство, по языке экономичных, по Максу. Их, ну, вот, как раз, это, может быть, в Америке, это, может быть, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке. Ну, можно сказать, но они вот имели как будто Акажисты. Вот это как раз вот то, что, ну, в чем, можно сказать, сильные были при союзме этой национальности, поскольку вот так становится исторически, То есть погоня на залпы интересовало. Вот это вот заявление высокого судного оценка, например. То есть, условно действие, антрогажность, человечество. В этом смысле еврейство, присуще русским, украинцам, белорусам, в той степени, как и евреям. Поэтому, как мастер сказал, что существует человечество еврейство не в национальном смысле, как им вообще не надо особо дать. А вот некий вщерб, который не носит национальную траструктуру, является всечеловеческим. Потому что началась эпоха какого-то общей торговли. Вот как раз вы правильно сказали, более правильный формат для капиталитма. Но сегодня человек и люди, которые поставили себе усугодение человечества, вообще от этого вообще от этого кажется. Потому что капиталит это товарное хозяйство. Всевообщее товарное хозяйство. А вот эти товары, но хозяйство, то же хозяйство и товары не будет торгаться. Не будет торгаться, не будет это еврейство. Еврейство в смысле того, что за деньги, за мократство, за продовольствие, за собачьё. В этом не будет. Я сходил человек с этой вещи. Я вот прямо отвечаю на вопросы, а вообще-то это общечеловеческое. Но это общечеловеческая задача. В каком-то смысле. Ну, не все общечеловеческие… В каком-то смысле. В том смысле, в том, как только что вы отобрали, что каждый новый класс представляет свои задачи. Как общечеловеческие, конечно. Хотя это не так, что все проголосовали, и все за это. Это не бывает. То есть он, как передовой класс, он привлекает на свою сторону всех поступков против того качества. И кто за то, чтобы стараясь самопополучить и начать развивать общение общества, обеспечивать полное предстояние и свободное сторонникам развития всех информации. Так, поскольку Ваше время предстоящее, что Вы, если Вас что-то прерывали, Вы не знаете, что Вы там должны раньше задать, чтобы наоборот у нас нет никаких проблем с временем, пожалуйста, продолжайте. Ну вот тогда, когда я общее человечество, можно отметить, что вот Макс в предыдущей главе говорит о том, что для наступления коммунизма сейчас тоже быть некой всеобщей истории. Вот не является ли это также следствием немецкости Макса? Потому что он не был бы тем, что… Ну вот, немецкость. Если бы он не был бы немцем, он, скорее всего, по-другому, как-нибудь считал. То есть, опять-таки, он же также утверждает, что практически весь мир заселен на ваду с людьми и товарными отношениями. Кроме каких-то, как Као, Ростовок, Ластралин, ведь это же даже во время Максу и так и будет достаточно известно. Насколько объективно можно рассматривать подобные утверждения в контексте? Ну, а что не так? Вот, что Тарвана Каэль рассталась вообще у нас в мире? Сейчас он стал. Значит, если люди раньше нас убили, то есть Макс Энглес раньше нас с вами жили, сейчас все люди, а тогда видят тут гениальные люди. То есть, мы еще… Вот сейчас-то, как бы вы знали, что куда вы поедете, ну, какая-то, какая честность стоит. В любой стране какой-то. В буржуазовой. А, не просто в стране, в которой она тоже принадлежит, любая страна при приоритете. Пока одни играют, а другие играют. Ну, все равно приоритет. Энглес. То есть, кто же самый блин? Ну, в экономике кому прорезал? На Кандахсена. А? На Кандахсена. Нет, там, в район, в Санкт-Петербурге, иностранном на поле, поэтому, в государство, виски, все равно, в декут сколько будет. То есть, если вы у меня, вот, в горячей, то есть, я буду владеть, как там, частью, в декут. Какому-то потребуют не 25-50%, потому что вы прорезете. И даже так далее. Поэтому, ну, вы можете, так сказать, вот свой взрослый, как его перенаправить, что вот на этих изменениях виноваты, что они в конференции РАНа привыкли, что это всеобщие характеристики всего мира. Ну, на самом деле, от РАНа мы у нас на другом семинаре по ФИХТам. Мы вот рассматриваем его... А, это что у нас было? ФИХТа. Какое? Которое мы проведем закончили сейчас. А это была, знаешь, штука, сейчас? Ассад, это с временем Ассад? То есть, четыре штуки с временами. Да, с временами, да. Да, вот. И, по сути, не остается, что у ФИХТа то же самое, но очень похоже на арксель. На арксель, то, что в конечном состоянии это должно быть человечество по ФИХТам, оно, в принципе, похоже на коммунитм. Ну, а можно считать, что Маркс претекуя ФИХТа, он, так сказать, и так во Браво сидят? И он, несомненно, но он так же, по-моему, как говорится, в Штюрнадо урал, это тоже высекается, что молодые Маркс вернулись, они в Штюрнадо уважают, насколько это... Мне кажется, что проблема в том, что... Что, может, правильно, тоже пытается сказать, что у меня какая-то была эта. Это то, что вот это всеобщее там понятие, которое у нас, это не европейское понятие того, как в любом времени. И они удают, они их стратворили, нарисулируют это всеобщее. И это, то есть, и к этому будут все народы, там, где-нибудь в этих, там, океане и так далее. Это самый ключ развития – это всеобщее. И, по-моему, всеобщее, оно бывает все возможное какое-то другое развитие. Это всеобщее. То есть это как будто классная борьба, эти формации, там, это стильное движение, революции. И бывают все возможные... Как это за работу до всего лишь общего? Можно сказать... Открыть их на облуды и... Ну, вот именно, это же самое. Переноскарный в руках Тгейгер III, но всеобщее. Причем, чем занимается эта революция, он просто показает, что нет никакого всеобщего, которое бы отделялось себя над способенному единичному. Всякое единичное содержит в себе всеобщее. То есть вы, там, Иван Иванович, Иван Иванович. Ну, вы – это всеобщее, потому что вы – человек. Правильно? В любом случае. А если вы – студент, то вы – осознанный. Осознанный человек – студент. Иван Иванович, иван Иванович, иван Иванович, иван Иванович. Поэтому наличие вот... Вот это всеобщее не так, что вот адрес... А просто... Ну, это всеобщее есть в каждом. Каждый человек, каждый индивид, и каждый индивид у уму. И семей, и всеобщее – всеобщее. И они... Могут в этом всеобщем уровне империала, так сказать. Но... Потом это... Потом это расходится на весь мир. А уже можно, когда оно начинает как-то на нацию развиваться. Можно по наиболее передаванным нациям и исторически по ним нациям видеть, что ждет такое в будущем мир. Иначе, непонятно, почему мир разрывается по маршу. Да не по маршу разрывается. Просто маршу разрывается. Просто маршу разрывается. Общая. И прочее, не разрывая форма. А это потом поправляется, и это подтверждается. Да, да. Они в форме развития всеобщего в контексте государственной культуры. Да. Они не культуры. Они, там, человеческие экономики. Да. Они как-то свежие. Они в контексте культуры были. И, можно сказать, о другом состоянии. Ну, другая культура. А мы сейчас с вами... Главное и то, что у всех наших донят не пока. Что все идеи надо сводить, прежде всего. В том, что происходит экономика. Сводить не в смысле того, что они уже готовы. Это и бывает. Это тоже в смысле, что влияет на все. Влияет на все. Прежде всего экономика. А то, что экономика идет, она с числительной всеобщей. Если вы, что вы верили, возьмете, так сказать, сейчас, любую экономику. Совершенно разные страны. Совершенно разные народы. Но, если вы верите сейчас в экономику социалистическую. Социалистичная, это будет конкретно. Строго говоря. Больше нигде. Все страницы, вот, самые переходные. А что я думаю, там есть какие-то... Там, взяли и другое. Поэтому все остальные страны всеобщие. Дружатные отношения, все его учили. А всеобщие характеристики связаны не с тем, что они во многих, во всех странах. А что это вот? Новая эпоха. Была эпоха феодальная. Да? Всеобщие были феодальные отношения. Хотя где-то было европовладение. А феодовладение именно. То есть, вот, где-то были еще элементы феодового коммунитета. А вот сейчас, если это эпоха, как называется? Эпоха переплодатого коммунитета. То есть, мы, как культурологи, вот что даже здесь. Мы изучаем, мы не культуру изучаем. Мы изучаем культуру, как то, что... На что воздействие все остальное, прежде всего экономика. И как то, что воздействие тоже на все остальное. Потому что на моем уме. Правда, культуры вводят все эти экономики. А если вот так понимать, что мы культуру, чем культуру, это все, что я изучаю вас как вас. А я должен вас изучить самому по семье. Раз. Вот, короче, я должен изучить влияние всех расставных на вас, изучая родителей, так сказать, знакомых, товарищей, друзей, врагов. На вас. Так? Потому что вы, мы сказали, что это коленые, это домашние расставы. На вас, надо далее. И, наконец, надо еще изучить, я хочу вас изучить, как вы влияете на всех остальных, на меня, на нее, на него и так далее, на всех. То есть, понимаете, у нас взгляд, вот если мы культурологи, на самом деле так, то есть, мы культурологи как философ, мы знаем философ, философ, в принципе, философ. У нас взгляд более широкий. Не то, что мы культуру изучаем только саму по себе. Когда он не управлялся у вас, вы сказали, такое вот история. Это правильный, вы сказали. Евгений Петрович, это правильный, не истина. Почему? Потому что вы еще не взяли, вот это и вот это. А если возьмем вот это и вот это, тогда мы видим вот эту широкую. То есть, не в этом сила, то есть маркетизма, что вот это, что станет за ту широкую во все эти дни, а потому что он, он отразил, как, эпоху мыслях. Он эпоху буквально отразил мыслях. Дружатный эпох, это эпоха, когда уже есть рабочий класс, и он отразил мыслях, и в рамках туристического строя. если, и это не только что мы вот о таком говорим, что это вот те отношения, которые выражены, ну как мысли готовствующего класса, или как мысли подчиненного класса. Вот это вот. И так это все. А если вы возьмете культуру, она вся подключена вот этому преску. Вот вы возьмете и там же, это очень здорово. Сейчас выставка, предвести, что в Москве, у меня, вот, вся эта возможность найти культуру, в городе, в городе. Пошли, это самый известный релиз. И, ну, там, вот, всей городской проведения, прежде всего, не культуру. вот, там, мотоцикл стоит, человек, трудящийся, сидит, мужчина. Видно, что он устал от труда, очень большого. И к нему появилась жена. И вот, вот так видно, у него, рука, вот здесь у него загорелый, загорелый, значит, там дальше видно, белая, кожа там. То есть, человек никогда не забирал, не кто-то так ходил. То есть, вот, вот показано, как люди живут. И показано, ну, блестящим, потому что он, конечно, очень сильный. И в то же время, но там, где-то, где-то, когда начался 90-е годы, непонятно, что все стало наружаться у нас и коверли, когда сыплется, стала экономика, и не будет, чтобы передать денег, и народ говорит, не денег, у меня там, где-то, 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 где-то сила, совершенно ничего общегося реализма, Это, вот, культуррия проявляет. Ну, а возьмите, вот оно искусство, посвященным каким-то социальным, где-то по-потому. Да. Ну вот, революции во Франции. Войне о Франции, и для Англии, какая-то такая, Продолжение следует... 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 Вопросы не о том, что возможно, а просто действительно. И вот эти категории отличаются. Норальности всякие, возможно, неоплоды. А что действительность? А действительность, она еще есть действие. Вот действительность людей понимает. И это не просто то, что действительность. А это та сущность, которая выявилась. Вот там есть категории учения, сущности, такие. Свящая сломание. Это очень быстро. Вместе с условиями и со сломаниями. То есть, не просто вы есть, а есть со сломаниями. Есть со сломаниями. И как студенты, у вас есть раздражание. Потому что у студентов, которые уже получили, а студенты могут в третьего курса, которые уже устанавливаются, в том, что вы успешно стали в третьего курса. Вообще, вы близки к чему? Сейчас снова. Ага. Основанное, это значит, вы становитесь платозом. Правильно? Через буквально. Вот. Небольшое. Это основание и условие. А условие, это та же самая существенная во внешнем таком покрытии. То есть, вам для того, чтобы заниматься продавателем, помещением, продавателем. И само по себе каждое. Это условие вроде бы ничего не дает. Ну, и все. Ну, пришли вы, ну, посидели, ну, поговорили. Ну, не пришли вы, ничего за что. Ну, вот когда эти все условия вместе берем, то вот по этому поводу я говорю, что когда-то какой-нибудь суть дела. Созданы все условия, она вступает в существо. То есть, отравит. То есть, делали, 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 все, что не получается, не получается. Вот вы сделаете все, что не отравили, все, что нужно для этого. И больше, что вы не только сделали то, что нужно, но и само суть дела всплывет. И это вы можете наружу за своей жизни. То есть, будьте делать что надо для того, чтобы писать так, из-за того, чтобы писались, вы будете эти формы писались. Сверантиями. То есть, а можно вот это обсуждать. Где вы? Тут это необходимости. Вы же поставили вопрос вот такой. Значит, кто создал условия? Капиталистические строения. Создал условия. И, чтобы все больше и больше людей. Отсуждал нужда от собственности. И, собственно, будет концентрироваться всего на меньшую и меньшую часть людей. Да? И это, так сказать. Все подруги, в том числе, к нам, так сказать, руководители, которые собирают несколько бизнес, или показанные регионы, и здесь есть. А мелко разрывается от того. А то, что всякие мелко разрывают, мелко пылящие, работающие на рынке, он разлагается. И разлагается он протоконом капиталитма, а не протоконом коммунитма. На что он протоколается? Разлагается там протоколитет, это увеличивается и, тем самым, и он протоколитет на буро. И очень важно. Из мелких буроа, многое становится буроа. То есть, вот есть класс мелкий буро, очень широкий. И на нем, некоторые думают, что на нем основывается, может, власть, там, есть такая организация, охора в России. Но это охора, как пострелитель. Вот, всякая охора. И вот, если вы берете этот класс, то развиваете этот класс, все коммунисты, социалисты, какие-то идеи, и он работает с капиталитмом. Макса в капитале, прямо взял этот, конечный результат, рассматривал, рабочий капиталитм, и все, он не капиталит, он не берет, ни в городе вообще нет. Вот, у Ленина, в России есть этот класс, в этом смысле, это очень короткое дополнение, там, очень важное дополнение, там, ну, хорошо, в Англии и так рассмотрели, там, выгнали крестьян, здесь сидели вовсе, и ставили в планете. И там чистый капиталит, чистый капиталит. Как научная абстракция, такая абстракция создавалась в Англии. Ну, нету, нету такого, ни в Германии, ни во Франции, ни в России, в России везде. А вот, были народники, которые мечтали, создали, видимо, вот это, когда они мечтали, это была возможность абстрактная. Другая возможность, допустим, а мы не пойдем таким путем, а или пойдем другим путем. То есть, можно выбрать этот путь, можно выбрать другой путь. Вот помните, как писали, все показывают cambio, есть стран социалистической ориентации. Нет, это довольно смешная, забавная теория. Есть такие страны, какие капиталистические страны, которые ориентируются на социализм. Я уже раз Danishako religio. Они ориентируются на социализм. Я вот давал такое December, слово имение. Тут молодые капиталистические страны, которые ориентируются на социализм. Есть 5 стран на Советский Союз. Стан is the building or when they liveuaلي in a social democracy. Вы знаете, сколько нам были должны, а потом Россия приемная социальность, мы вам прощаем, не прощаем. В том числе, в чем прощаем? Бесполезно, потому что все у нас вас никогда не получат. А так можно начать новую дорогу. То есть вот капитализм предлагает общество на то, что капиталистов, и потом капитализм, если это третья, я думаю, что это пока говорит, предлагает сам класс на промышленный капитал. То есть в аргендах не придется плохо, хорошо, в аргендах не могут функции управлять, а в аргендах не могут управлять. Но не ровно сейчас организовывают. Вы можете сказать, что рабочий класс организовывают. Нет, конечно. Вообще не организовывают. Кто этот функционал? Председательный функционал? Председательный. Но! Еще больше и больше этот свой расслабился. Есть капитал промышленный, есть торговый, есть банковский, а есть гарантия. То есть, если вы определенные суммы, которые имеете, это в аргендах в банках, то будете, ну, как вот на берегской премии, там, что вы имеете? Идет в аргендах. Там, в аргендах, в аргендах, в аргендах, в аргендах, в аргендах. И, в целом, он отделяет, будет самым управляемым участникам, промышленным вредам. Потому что, в частности, непосредственно общественная труд, и, несомненно, это осуществляющаяся достаточно крупными маршами, называется управление, которое обеспечивается для самих виртуальных работ, выполняет функции, отвлекающиеся в реальность и добрые, в основном и мусор. Так что, вот это осуществляйте, вот управляемость. Но, а что она делает? Она сама расслабится на виртуальных и свою группу паразитов, все больше и больше. Причем, например, вот виртуальные паразиты связаны с целью, теоретического производства. Я вот скажу вам вашу. Я стал предпринимательным крупным виртуальным. Как я могу теперь действовать? Я вас нанимаю в пенержном директора. Сколько вам на одном месяце? Не знаю, сколько он на одном? Белый пенерж. А? Белый пенерж. Попыт? Белый пенерж. Чем более не надо, я туда толку не улетел. Сколько вам? Двадцать. Вообще, в следующем немотеке, 27 миллионов. Получает меня на неделю. Во-первых, он должен чувствовать. Нету. Ничьи. Ничьи. И я нищий. Сколько? Двадцать. Условия у меня такие. Двадцать миллионов в месяц вы получаете. Двадцать миллионов в месяц. И прибыль у нас. Сколько у нас часов прибыли? За чего? Десять миллионов в месяц. Ну, сейчас моё прибыль сделать. Первый сошел. У меня десять процентов. Но он прибыль. Так вот, пока у меня будет десять процентов, вы будете получать двадцать миллионов. Как только будет девять, до свидания. Все понятно, да? У меня будет стереография. Первый сошел. У меня уже ничего не интересует. Чем вы занимаетесь? Как руководить? Чего вы делаете? Чего вы делаете? У вас усваивает эти условия? Вы свободны? Полны. Все вы решили. Я ничего не решаю. Я решаю только одно. Только у меня норма прибыли. Ну, что умеешь? Детей. Прочинается. Все. Так, а может, я тут подумал. Если вы на все-таки здесь в следующий раз, то есть сейчас подготовились. Здесь все такие глупости, которые от вас просто вы... От вас вот я не обидал очень. Скажите, на чего я? Так, я поехал на острова. Да? Сейчас у нас селекционная почта, если что, прилетите на замалюете все это за счет, понятно, за счет компакта и расхода. Никаких личных, никаких личных расходов. Этого двадцать, это ваших миллионов, это что хотите. Если вы потом каких-то используете для начала нового дела, то есть, как вы понимаете, за двадцать миллионов. Ну, а как вы понимаете, сколько у нас сейчас достроек получают? Пятнадцать. А вот смертель – двадцать. Ну, так как и других, если вы понимаете, норматив у других. То есть, что мы видим? Что мы видим на этом краю насчет этой возможности? На этом краю мы видим, значит, чисто. Паралитивно. А я, получается, я будет организатор, природа, просто по происхождению. По всему. А что теперь? А теперь я тоже в Бразилии. Хотя я не комиссия, и не торговый капитал, и не банковский. Никто. А я промышленный. Ну, вот моя функция, я согласен этому. Теперь дальше. А дальше, как вы говорят, а богатство меня будет передавать. Дети у меня за ночью. Вот он таких, кто у меня нет. Таких двух, тысячу, четырех миллионов. Вот он младше, столбороче, четыре миллиарда. А у нас, в России, лучше всего, в России. Нет такой страны в мире. Вот всегда Россия была на первом месте. Потому что нет налога на насилия. Вот в ужасных этих странах, в темных, в Англии, в Германии, там на сколько лет 90% налога у нас есть. А у нас он, вот он, приемник. И этот приемник, я еще не знаю, как вам руководить, а он этого не знает. Он все вообще раз. Вот я к нему. Но к нему теперь, к вам-то не приведет. Вы будете заработать на меня. Вы будете всем руководить. И вам будет 20 миллионов. А на моем вы 4 миллиарда. И вы тратите. Поэтому, получается, что все работающие люди, работающие за 20 миллионов, они все находятся в половине людей, которые везде торопятся. А кто первый сорт? Я первый сорт. Вот если перед нас вот такой профессор, конечно, у нас есть известный специалист в социальном планете, он говорит, да. Денис Иван Петрович, Денис Иванович Павлович. Очень просто и понятно объясняет эту вещь. Поэтому, очень, вопрос не возможности. Теперь, а что делает он и я? Мы вместе с ним работаем над чем? Мы собираем более крупных предприятий, которые сплачиваем рабочий класс, мы его организовываем, мы его разговариваем. Это было хорошее производство. Мы заходим к церкви, грамотно. То есть, мы создаем класс, все больше и больше. И если раньше у нас было, ну, этот процесс везде идет, и в советское время, что и так далее. То есть, если у нас было 30 процентов в деревне, сейчас, простите, 70 процентов населения в деревне, 70 процентов города, власть собирается в городе, дисциплинированность, обучается. То есть, кто готовит власть, это выполнение его. То есть, а вы говорите, возможности есть у рабочего класса взять власть? У нас есть просто подтвердивание, возможности в том, что для существования Советского Союза наличен революции в всяком количестве стран. Где-то они успешные, где-то не успешные. Вы говорите, возможности. Так как видно. Есть возможность задавить за революцию. В Венске задавили, из-за революции. В Баварии задавили, даст революцию. А в средствах, в советской России. В Καιе популярные годы была есть. Революция, можно DDT будет большие. Странные не задали. Это совершенно реабил до технического союза. Даже у Вьетнます не удалось и сказать. Кто выиграл в борьбе Вьетнами и США? Я знаю, что этот вопрос давным-другому. Почему в Вьетнаме? Потому что это все ещё не комментировало. Правда, сейчас, например, 90-ти миллионов человек. Ну, сам-то 300 миллионов, да, то есть намного больше. Но он, это порядок, как бы в Вьетнаме, какой. А чего за недвижимость в самых крупных державах мира? Она туристическая, они не очень занимающиеся. Эти дороги будут отобрать до своей своей строи, это своё, это своё, это несчастья, а не очень. А кого в Вьетнаме больше в процентном соотношении? Скажем, если мы делаем доли негров, то с чем? А доли были большие в Вьетнаме. Там была такая доля или там больше? Там больше. То есть это в вашем уровне проиграется во всем. То есть само развитие капитализма ведет к тому, что он сам порождает своих вождений. Он их организовывает, он их направляет, он их просвещает. Наскажите примеры нашей жизни? Вот у нас кто-то. Кто скажет? Мы изучаем природу. Или не изучаем? Мы изучаем. Мы изучаем природу. Кто это говорит? А как? С одной стороны, не может природе существовать, не зная природу. Потому что если это самый крупный противник, или это предъявление всех противников, то в разных странах, как люди здесь участвуют. С другой стороны, и изучаем, можно получить не только стороннюю, но и противнюю. От этого невозможно строиться. То есть это, где-то не так возможно, как некая экономия. Макс не в одновременность изучал, а вот это номер. Здесь это номерный переход. Эпоха, по Максу и по Амельу, мы начнем называться эпоха. Переход рассматривается в коммунизм. Это эпоха какая. Это эпоха в одном. Ну, все. То есть, возможно, что этот долг очень не вбудет. Например, Ленин объяснял, почему он долго не будет в крупных политических государствах, в Европе, потому что они эксплуатируют в других странах рабочих, а своим доплатят. А зачем вы пытались толпать нашим рабочим, чтобы он был лучше, чем на него, чтобы ему не убегали. Наши рабочие, чтобы этот напор, мне хорошо, чтобы наши не им удавали, а они будут по этому. И вы там ваши страны будут удавать, а наши страны не будут. Поэтому в Америке, в Америке, 15 процентов профсоюзов всего. А в России 50. Хотя там какие-то профсоюзы, славы и прочее. Ну, это сам факт. То есть, конечно, не просто о том, что у Ленина переформулировал эпоху и эпоху, и эпоху, и переживание моих, когда активируется. Не переживание, а в чем состоит и переживание? Он ведет дело к чему? Друг другу бывает, 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 концентрирует. Вот сейчас кто больше всего концентрирует всю экономику, куда-нибудь, куда-нибудь, а кто-нибудь, куда-нибудь. В Соединенных Штат Америки концентрирует. Она проводит все. Сейчас. Нет никакого мирового правительства, если вы не берете правительство Американцев. Потому что украинцев должны быть войска. Хотя у вас нет войска, и какое-нибудь правительство так полдается. А вот, что делать? Сидим, он же, она сплачивает всех, себя. А что такое единая монополия, но в расчете направлено всего так? В то время написано, это социализм. То есть, у него вот этот социализм, он видит тенденции к соединению, которые, то есть, тенденции к интерьерамитму. К соединению, я думал, Каунский, вылетал сразу вперед и сказал, вот, будут в интерьерареи. Конечно, они не будут, потому что раньше повреждаться в своих мусорах. Подтвердилось это. Если мы имеем теории, которые подтверждаются, какие у нас основания считают, что они будут дальше подтвердаться. По этой теории, что будет сегодня только революция, и будет еще и контрреволюция. По этой теории, и другие контрреволюции. Это касалось божиатной революции. Но это не было контрреволюции, это было бы. Или, скажем, даже если мы взяли контрреволюцию или Республику, в России. В России было, а в Китае, так сказать, Китай разговаривается сейчас. Это первое место выживание. Планирование там есть? У нас планирование есть? Но она же там не построена социальная Китая. Единственное, куда будет подсказать. Но человек стоит. Если будет. Потому что в чем особенность переходного перевода? Перекос специализма полный из города, мимо обратного капиталита. Что поведет? Не так. Вам вообще не обеспечить. Только не обеспечить. Говорят, вы у кого нет тогда, вы тогда, вы тогда. И они смотрели на человека, почему? Такой, что углуки с собой не искал. И от него могут быть поездка, культурологи, чтобы обитать, он будет там. Вот 100 будет там. Да, они взяли и миллион человек передали самозанят. То есть, они были в ругаре. Возле того, как Каса, не верят, не убрать из этого касса. Вот сейчас, я говорю вам на принципе, я там буду принять сегодня сообщение. Я говорю вам, что мы продолжаем строительство, но для начала они создали 20-25 группа. Изъявить рабочих. Правильно? Если мы говорим, когда это вот два, да? Это когда? Да. Но у нас, наверное, было движение маккаритного коммунизма, а у них движение маккаритного коммунизма. Закономерное движение, которое есть в экономике, оно приближает, оно усиливает в класс рабочий… А что касается всего остального, возможности, наверное, остается надолго. И никаких тут сроков, или сроков, вообще резьб не может быть. И у нас вот здесь такие дневные, и там все другие коммунисты, вот мы сейчас исправили эти революции, вот мы сейчас устанавливаемся. Они даже не знают, что это такое. Они даже не знают, что это советская область. И не знают, что это советская область. Я просто с ними общаюсь. Ну, выход совета, знаете, что это такое? Они не знают. То есть они не усвоен на этот опыт России, и не усвоен, например, я должен вам сказать, о мировом коммунистическом движении. Поскольку я вот присутствовал, я дважды делал доклады на теоретическом семинаре по национальному вопросу и по профсоюзу, конгрессу, и делал доклад для грехов, да, они собрали центральный комитет и всех членов, всех работодействий в спортивных организациях, для отступления вопроса, почему распространение, когда вошедшись, когда американцы там были, я обслуживаю, почему так, когда даже понимали еще того вот этих вещей, поэтому вот наша задача, ну, состоит не в том, что он просто, так сказать, слушает, кого попал, а в том, что, ну, примерно так, мы делаем, ну, глупятся вот эти вещи, тогда мы не можем говорить, потому что есть вот, например, тот, кто говорил, в конце истории, что вот конец истории, если сюда будет как-то давление, да, он отказался, он сам, все отказался, вот если человек здоровья чему-нибудь оказывает, он давал отказаться, что значилось таково, а, и что значилось таково? Ну, то есть я отказался даже своей позиции, что он будет легче, как это будет, потому что он не подтверждается, то есть это как-то, как его отпуск, как-то можно доказать. А что касается там параллелей, ну, наверное, нет таких вообще, я понимаю, что это параллелей, и насколько это долго? Ну, тем более, что экономистическую эпоху, тут такая ситуация, когда вот эта, да, конкуренция между странами, с одной стороны Германии, а с другой стороны, с одной стороны, на Пангеле и Саннерии, с другой стороны, Германии, с другой, они не могут рассказать, как это происходит от Советского Союза. Интересно, сейчас посмотрите, сейчас посмотрите, в общем, существуют страны, которые обладают государственным проблемами. Вот можно здесь того, что они будут дальше что-то, есть. Азарганамики здесь есть, потому что само движение капитализма, не надо смотреть как таковое. Вот в чем гениальность Марксова и его капитализма, что там не рассказы про капитализм, а там же фунт, движение капитализма. Вот, как ставят вам этот вопрос? «Я хочу раскрыть закон движения современного мне общества». И поэтому в обществу наши врачки успели глупостивщикам написать. «В частности, суд Макрид Макрид Мэй не перевел, это было бы не эксцентренный немецкий. Как перевелось? Расскрыть закон движения, а он перевел, а как перевелся? И первым, кто мне говорит, Аллах открыл его, а научил того, он открыл его. Потому что если раскрыть, то нужно показать, что он во всем Бакарского составляющего. Просто крылья Богу буквально снять Макрид Макрид Мэй. Если лицензия Ленгельса на «Капитал Макс», то есть ли я нельзя, цитирую все это место и перевод этого места сделает, лицензия раскрыт. То есть он с собой в отделе открытого лицензия раскрыт? Нет. В русском переводе. В русском переводе. Да, в русском переводе. Как это открыт. А вот лицензия Ленгельса, ну да, переводники переводники тоже там работающие, но полиумные. А не вверху раскрытые. А иначе получается какая-то кризис, я очень приобретаю, есть такая книга, небольшая, смирного коллега Александровича. Достойный век науки, наш профессор, наш институт, с которым мы его вводим, он написал книгу «Экономический метод исследования экономического законного движения, металлина, 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 мировая толщина, она стала практически бестселлером, то есть даже бестселлером нельзя, потому что селлеров в Курганске не купить. Поэтому ее можно в сайте фонда рабочей академии, московское отделение, скачать, и посчитать. Вот он там, вот на этом вообще внимания, этот перевод вам будет интересен. То есть переводит, в общем, новые вещи, которые считаются внутренние, еще один случай. В немецкой этой теме, как будет рабочий, а как будет работник на англ. Видно эту тему, значит, наши деятели в советское время, в новом году написали эту тему о совокупном рабочем. Ну, включаются инженеры, те, которые выкручивали, если это о совокупном рабочем. Потом некоторые люди обратили внимание на то, что в Курганске, в Курганске переводит авторизов, который выпускают в Курганске, то есть дочь информации, в Курганске, и героиtrekiенский делают на Н APPLAUSE ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 Когда ты играешь и так вспоминаешь, а когда воспроизводишь лицами, когда воспроизводишь, ты просовываешь, ты просовываешь. Ну, это значит, что еще возможно? Продолжение следует...